Всем большой привет! Рада, что вы заглянули ко мне на канал. Сегодня я вам хочу показать свою продуктовую закупку. Мы были в разных магазинах. Давайте посмотрим, что мы приобрели. Уже я вам показываю муку. Белая нежная, пшеничная, хлебопекарная, высший сорт. Здесь 2 кг. Мы взяли таких 3 упаковки, потому что мы довольно часто что-то выпекаем. Мука всегда нужна, и поэтому решили взять. Цена у нее была 86 рублей. Это очень-очень хорошее. Она шла по акции, потому что так она обычно доходит и 98, и почти что под 100 рублей. Также из самого объемного покажу мясо кур, тушка цыпленка бройлера, потрошенная, охлажденная, первый сорт, 365 дней. Марка эта в ленте. Вот такая вот курочка вышла, 228 рублей. Мы взяли одну побольше, одну поменьше. Я ее порежу, всю распределю, филе, косточки, все пойдет в дело. Давайте я ее подальше уберу, чтобы она нам не мешала. Также из куриного я еще купила эко-птица. Печень цыплят бройлеров охлажденная, упакована в газовой среде. Вот такая подложка 500 грамм стоит 113 рублей. Печень куриная очень полезная, содержит много железа. Я ее стараюсь готовить почаще. И вот сегодня решила приготовить на ужин именно эту печенку. Из такого холодного покажу вам морозка. Тесто дрожжевое, 400 грамм, там две пластины, очень хорошее тесто. Всегда работаю только с ним. Оно не расслаивается, не рвется, качественное. Можно очень хорошо его раскатать, тонко, мне нравится. И вот такое вот слоеное без дрожжевое. Классное тесто, отличная цена была, 89 рублей. В общем, хорошее тесто. Компания Увелка гречневая каша в пакетиках. Здесь 5 пакетиков. Один пакетик, одна большая порция. У нас в семье гречневую кашу не очень любят. Я ее практически одна ем. А мне для себя готовить целую кастрюлю вообще нет смысла. Я вот взяла один пакетик, такой приготовила, покушала и горя нет. Что касается цены, 84 рубля. От компании Увелка я еще увидела для себя новинку. Домашние гарниры вкусные и просто. Это овощной плов с натуральными специями и зеленью. Здесь нет мяса. Здесь он именно идет такой овощной, постный. Здесь 4 порции, 15 минут, 100% вкусный и натуральный. Давайте посмотрим состав. Состав у нас рис круглозерный, шлифованный. Морковь, лук, соль, томаты, цукини, разные специи. Здесь у нас 300 грамм. Два пакетика по 150 грамм. То есть вы можете сразу все 300 грамм использовать. Можете по одному пакетику, если вам нужно на одну-две порции. Вот такой вот способ приготовления вы видите. Стоило 79 рублей. Думаю, дай тоже попробую. Может быть понравится. И взяла обычный тоже от Увелки пропаренный рис. Тоже в пакетиках. 5 пакетиков. Здесь у нас тоже 400 грамм. Цена была 81 рубль. За 69 рублей купила пшено. Тоже от Увелки. 800 грамм. Чистая отборная крупа. Шлифованное пшено. Вроде так на первый взгляд неплохое. Мы пшено особо часто не едим. Но иногда бывает, знаете, в какой-то суп рыбный добавить еще куда-то. В общем, вот этих 800 грамм хватит надолго. Компания Макфа. Макаронное изделие. 450 грамм. Я взяла именно вот эти цветочки. Мне они очень нравятся. Когда смешиваешь их с соусом, с подливкой, то этот соус, подливка туда проникает. Получается очень вкусно. 450 грамм. Они были по хорошей цене, по скидке. В ленте я их купила за 47 рублей. Также от Макфы я купила макаронное изделие. Но уже другого плана. Это у нас рожки и улитки. Здесь 400 грамм. Цена была такая же. Купила не по одному пакету. Поэтому, знаете, запаслась. Также купила лаваш армянский, ложь, тонкий. Здесь у нас 2 штучки. 33 рубля стоит. Я планирую сегодня сделать, ну, такую, знаете, домашнюю шаверму, шаурму. Сделаю куриное филе. Поджарю его до готовности. Сделаю специальный соус, помидор, листовой салат. Все это обжарю. Будет очень-очень вкусно. Главное, по-домашнему. Вкусно, быстро и довольно просто. Для этого мне нужна была корейская морковочка. Здесь у нас 300 грамм. И морковка мне вышла на 105 рублей. Морковка вкусная, такая остренькая. Я периодически беру морковку. Мне нравится. За 44 рубля вот такой листовой зеленый салат. Очень сочный, вкусный. В горшочке хорошая цена. Я в основном сейчас всю зелень беру на рынке. В магазине я зелень и фрукты не беру. Помидорчики, огурчики, свеклу, капусту, все овощи, картошку. Покупаю только на рынке. Но вот здесь вот увидела листовой салат, вспомнила, что мне понадобится и его приобрела. В Ленте купила лечо. Мне очень нравится у них лечо. Здесь много перчика. Перчик такой, знаете, вкусный, сочный, нежный, не хрустящий, такой мягкий. По вкусу нравится. Здесь очень хороший состав. Перец, сладкий вода, томатная паста, сахар, соль, уксус и лимонная кислота. Банка большая, 520 грамм. Она шла по скидке, 79 рублей. Я себе купила 2 штучки. Компания Бандиуэль. Кукуруза сладкая. Это, знаете, классика жанра. Если нужна кукуруза, я всегда беру Бандиуэль. 78 рублей она стоит. Взяла несколько упаковок. Я могу и в салат добавить, и просто как гарнир использовать. Поэтому кукуруза нужна. Маслины без косточки купила от 365 дней. Собственное производство ленты. Здесь 300 миллилитров, цена 65 рублей. Бывает, нужны в салат куда-то добавить, либо в пиццу, либо просто покушать. Вот они такие маленькие, поэтому стоят дешевле. А так очень даже неплохие, вкусные, нормальные. Взяла горчицу русскую от Капитан Припасов. Нравится эта фирма. 48 рублей она стоила. Здесь у нас, в принципе, такой большой объем. Не вижу сколько. Наверное, грамм 300. Даже, может быть, 250 грамм. Баночка. Мне эта горчица понадобится для соуса. Чтобы для вот этой шавермы смешивать. Также для соуса понадобится мне сметана. Я купила домик в деревне, 15%, 180 грамм. Небольшая такая сметана. 48 рублей. Больше мне она не нужна будет нигде. Также купила риет из горбуши и кеты. Классический готовый продукт. Идеальный для бутербродов. Действительно, бывает, когда спешишь с утра, нужно на что-то намазать. Что-то на что-то. И вот такой риет приходит на помощь. Он очень вкусный, такой пикантный. Здесь хороший состав. Вы видите рыба, отварная горбуша и кета. Дальше разные приправы. 109 рублей. И у нас получается 180 грамм. Хороший тоже продукт. Периодический бельон. Из новинок я для себя увидела Виолетт Лайт. Творожный сыр со свежим огурчиком. Легко намазывается. Такой вкусный. Решила его взять. Чем-то он меня зацепил. Понравился. 87 рублей он мне обошелся. В общем, такой еще не пробовала. Попробую. Посмотрим. Кетчуп Хайн со вкусом клюквы для шашлыка. Это у нас лимитированная коллекция. Наша повторная покупка была еще с брусникой и с клюквой. Но с брусникой и такой более кисловатый. А с клюквой мне понравился больше. Поэтому с клюквой мы повторили. Цена у него была 89 рублей. Сейчас кетчупы просто подорожали безумно. Но вот этот вкусный. Поэтому его брать будем. И обязательно всегда беру Хайн. Сладкий соус чили. Без консервантов и ГМО. Тоже очень-очень нравится. 230 грамм. Его цена была 68 рублей. Ребенку купила пюре яблочное. Семилукская трапеза. Без консервантов. Здесь большая банка. 470 грамм. Она у меня его очень любит. Здесь очень хороший состав. Пюре яблочное. Сахар. Лимонная кислота. И все. 68 рублей стоит такая большая банка. Потрясающее пюре. Раньше я пюре брала в магазине FixPrice. Но взяла вот недавно. Попробовала. Оно очень-очень жидкое. Водянистое. Какое-то безвкусное. Нам вообще не понравилось. Поэтому я решила брать вот такое проверенное качественное пюре. Видите, оно довольно свежее. Вообще обалденное. Но это производитель, насколько я понимаю, наш местный. Да, это Воронежская область. Семилукский район. Поэтому я не знаю, есть ли этот производитель в других регионах. Если есть, то присмотритесь. Очень даже достойный. Из молочки. Давайте покажу. За 48 рублей купила Эко Милк Соло. Йогурт со вкусом овсяное печенье. И со вкусом яблоко карамель. Такие вот красивые. Очень даже симпатичные йогурты. Также купила свой любимый Эпика. Йогурт Киви Фейхуа. Клубника Роза. И персик Маракуйя. Очень они мне нравятся. Здесь у нас объем 130 грамм. Нравятся тем, что они очень плотные, не жидкие. Такие, знаете, как пастообразные. Очень вкусные. Цена была хорошая. 49 рублей. Поэтому набрала побольше. Также взяла йогурт пытьевой со вкусом черника-малина от Чудо. У него была хорошая цена. 48 рублей. Взяла несколько упаковок. Дочке купила ее любимый Эрман Грант. Десерт. Белый шоколад и клубничный мусс. Она очень любит. Здесь 200 грамм. Такая большая баночка. 57 рублей. Тоже было по акции. И со вкусом шоколада. Все то же самое. 200 грамм. Такая же цена. В общем, ей такое вот получается лакомство. Маги на второе для гуляша. Вам понадобится говядина, луковица и вот эта вот специя. Тоже планирую в ближайшее время сделать гуляш. Вот такая вот штучка не помешает. 57 рублей цена на нее была. Также купила несколько упаковок сушеного базилика. Мне он нравится. Хорошая цена была на него 19 рублей. Я его люблю добавлять и в первые блюда, и в тушение. В общем, вовсюду. Купили большую пачку кириешек. Сухарики ржаные со вкусом соляны. Мне кажется, дороговато они обошлись. В 73 рубля. Но с другой стороны, здесь большой объем 200 грамм. Также дочке купила набор чупа-чупс Токио. Здесь разные вкусы. Цветущая сакура, юдзу, мачо с молоком и клубникой. В общем, 8 разных чупа-чупсов. Они такие небольшие. Цена была 65 рублей. Я посчитала, что это очень-очень выгодно. Потому что обычно мы за один чупа-чупс платим и 12, и 15, и 18 рублей. А здесь получается в 3-4 раза дешевле. Себе я купила зефир с малиной, белучи. Классический рецепт с яблочным пюре на основе пектина. Если вдруг захочется чего-нибудь сладенького вместе с чаем, с кофе, то можно взять вот такую одну зефиринку. Будет очень даже симпатично. Здесь у нас 250 грамм, 93 рубля. Производится у нас получается Московская область, город Озер. Перейдем к небольшим покупкам из магазина Фикс Прайс. Набрала я своих любимых каш овсяных от Увелка. Яблоко, клюква. Обожаю этот вкус. Не нужно варить. Очень быстро, вкусно. Стоят они 7 с небольшим рублей. Здесь 35 грамм. Вообще классные каши. Очень их люблю и уважаю. Также купила на кассе Копика. Это Капучино Кэнди. И такие вот замечательные двухцветные, как бы двухэтапные конфетки. Они каждая конфетка в индивидуальной упаковке. Можно взять с собой в сумочку, в карман положить. Когда вы ее рассасываете, эту конфетку как будто выпили чашку кофе. Вот я как кофеман просто получаю наслаждение. Как будто одна конфетка для меня приравнивается к чашечке кофе. Информация вот такая здесь. Их здесь немного. Наверное штук 8 этих конфеток. Да, 9 получается конфеток по 3 грамма. Стоили они что-то 19 рублей на кассе. Девочки, точно не помню. Я спешила. Чек там не давали. Поэтому как-то так. Еще забыла показать. Купила я вот такие вот снеки. Цельнозерновые злаки. Это у нас Nesquik на молочные подложки. Злаковый батончик. И фитнес. Фитнеса было больше. Еще был с шоколадом и с клубникой. Но у меня уже мои домашние все растащили. Такие злаковые батончики 25 рублей. Шли по акции. Поэтому приобрела. Видите, наверное, надо было брать больше. Для себя купила хлебцы хрустящие. К завтраку. Всегда их люблю. Беру. Обязательно у меня должен быть запас. Стоят они 29 рублей. Очень хорошая цена. Ну и, соответственно, качество тоже. Покажу вам такой продукт. Это кофе турецкий Mehmet и Fendi. Здесь упаковка 100 грамм. Я его заказывала на Валбересе. Сегодня буквально получила. Когда по пути ехали домой и заехали на Валберес. Получила это кофе. Ничего пока не пробовала, не открывала. Кому интересно, то я оставлю ссылку. Что-то оно стоило в районе 170 рублей. Отзывы слышала хорошие. Именно на вот эту марку. Посмотрим. Я как любительница кофе не могла пройти мимо. Чтобы не попробовать. Давайте далее вам быстренько покажу. Несколько покупок бытовой химии. В магазине фикс прайс по супер выгодной цене я увидела. Можно сказать, в предпоследнюю пачку купила ласка. Восстановление для цветного. Это у нас капсулы для стирки. Здесь у нас 10 капсул. В общем, бережно отстирывают, разглаживают, защищают яркость цвета. Капсулы тройные. Таким образом они выглядят. Давайте мы вскроем. Такая вот большая капсула. Очень ароматизированный. Аромат приятный. Он яркий, но такой, знаете, ненавязчивый. Не бьющий в нос. Нормальные капсулы. Цена была просто, не поверите, 150 рублей. Или в этот день какая-то акция была. Или просто акция. Распродавали остатки. Но там было написано, что 150 рублей именно по карте фикс прайс. Так что это, по-моему, 179. В общем, дороже. Я купила. Давайте немножко отъедем. Также в фикс прайсе купила несколько упаковок своей любимой персоль. Кислородный отбеливатель. Экстра. Окси Пауэр Фреш. Удаляет пятна кофе, чая, вина, ягод и фруктов. Действительно так. Очень хорошо работает. Подходит для машины стирки, для замачивания. 200 грамм. Стоил он что-то 24 или 29 рублей. В общем, хороший персоль. Персоль мне очень нравится. Всегда он должен у меня быть. Также купила я по хорошим отзывам. Смотрела у девчонок. Все-таки решила приобрести. Мистер Дес. Отбеливатель пятновыводитель. Экологически чистый продукт. Здесь большой объем. 800 грамм. Я его пересыплю, чтобы удобнее было использовать. Цена была просто смешная. 85 рублей. Если мне понравится, то тоже буду его брать. Буду тоже его хвалить. Посмотрим. Вот здесь есть у нас графа. Таблица. Обычная стирка. Ручная. Там замачивание и так далее. Потом разберусь. Прочитаю. Вот такой вот отбеливатель. Без хлора. С активным кислородом. Посмотрим. Обязательно посмотрим. Посмотрим. Далее купила я Либи. Супер Клин. Это в магазине Подружка. Стиральный порошок. Для белых вещей. Он такой отбеливающий. Подходит для машины, для ручной стирки. Содержит разные энзимы. У меня здесь, видите, вообще нету никакой наклейки. Почему-то не положили мне наклейку. Будем догадываться сами. Для ручной стирки нужно 2 мерные ложечки. Для машины стирки нужно 3 ложки. Ну, в зависимости, конечно, от вашей машинки. Сколько килограмм. И от загрязненности белья. Видите, супер Клин. Супер Чистота. Хорошо должен отбеливать. Здесь 500 грамм. Стоил этот порошок 99 рублей. В общем-то, тоже с удовольствием. Он у меня уже был. Либи. Я его беру не первый раз. В основном брала для цветного белья. Но для белых вещей еще не брала. Я буду пробовать. Ну, и последнее, что покажу. Это для меня классика жанра. Колгон. Порошок. Активная формула против грязи. Предотвращает образование накипи. Неприятного запаха. Для меня это забота о машинке. У меня машинка, знаете, не первой молодости. И все время, как я ее купила, до сегодняшнего дня, я использую колгон. И порошок. И жидкий. Была очень хорошая цена. 189 рублей за 400 грамм. Это просто цена подарок. Я покупала в магнит косметик. Там какой-то был день, либо акция на этот порошок, либо там продукт дня был. Не знаю. В общем, цена была очень хорошая, заманчивая. Поэтому я, конечно же, взяла. Без колгона я просто никуда. Вот такая у меня получилась закупка в этот раз. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока. Продолжение следует.